Друзья, всем огромный привет! Перед съемкой этого видео я провела немного, знаете, воспитательную беседу со своей прекрасной кошечкой, потому что, видимо, ей в предыдущий раз очень понравилось собирать на себе внимание. И сегодня она хотела продолжить те же самые ванные, банные, мыльно-рыльные процедуры, потому что как только я начала готовить место к съемке, поставила светоотражатель, лампу, стол, флаконы, Машенька сразу, конечно же, улеглась и начала намываться, готовиться к съемке. В общем, я попросила ее не устраивать нам сегодня с вами картины плюс 18, поэтому надеюсь, что она прислушается тоже ко мне. И знаете, у меня сегодня закралось впечатление, что она все-таки у меня не до конца-то глухая, потому что у нее такой момент, когда ей надо, в общем, она слышит, когда ей не надо, она не слышит. Вот сегодня я ей сказала, если ты будешь опять себя так вести, то я попрошу тебя уйти. Но, конечно, мне не хочется ее прогонять из кадра, потому что мне всегда очень комфортно, когда она дополняет нашу с вами картину как-то, знаете, более уютно. Плюс я знаю, что вы очень любите, когда она присутствует в кадре. О чем я с вами хочу сегодня поговорить? Шлейфовые ароматы. Я очень люблю яркие, стойкие шлейфовые ароматы, но почему-то крайне редко, особенно в последнее время, встречаю такие ароматы на улице от прохожих. Я всегда принюхиваюсь к людям, если они мне нравятся визуально, если мне нравятся, допустим, их наряд или образ. Очень много и часто встречаю супер таких вот красивых девушек, но очень редко слышу от них какой-то парфюм вообще в принципе. Конечно, когда я выезжаю в центр или иду, допустим, в торговый центр, там, конечно же, чаще можно уловить шлейф от парфюма, но вот так вот, когда я иду по улице, это почему-то происходит очень-очень редко. Не знаю, честно говоря, с чем это связано. И плюс, конечно же, сейчас весна. Уже говорила, что у нас достаточно ветреная погода. И как раз-таки в этот период, когда ты снимаешь с себя такую громоздкую капустную, скажем, одежду, дует прохладный ветерок, шлейф еще более приятно вдыхать. Несмотря на то, что я очень люблю шлейфовые яркие, стойкие ароматы, такие прям заявляющие, скажем, о себе, если вы находитесь в замкнутом помещении с другими людьми, все равно не забывайте о том, что, во-первых, у кого-то может начаться какая-то аллергия на парфюм, такое тоже бывает. Ну и, конечно же, не забывайте о том, что людям с вами может быть немного сложно. Но ни в коем случае я не хочу сказать, что не нужно пользоваться своим любимым ароматом, просто имейте грань дозировки. Обожаю просто шлейфовые парфюмы. У меня их очень-очень много в гардеробе, потому что для меня это также является одним из неотъемлемых таких вот технических характеристик. Потому что вы знаете, что ароматы чаще всего я покупаю небюджетные, и, конечно же, хотелось, помимо его звучания, чтобы у него еще и стойкости шлейф были. Вот сегодня я вам хочу рассказать о 10 ароматах. В принципе, плюс-минус я вам о них уже рассказывала. О каких-то чуть больше, о каких-то чуть меньше. Считаю, нужно напомнить, потому что вдруг вы с этими ароматами не знакомы. Ссылочки на ароматы обязательно оставляю внизу в инфобоксе, поэтому заходите, смотрите. Про промокод на рендеву, конечно же, тоже не забывайте. Давайте начнем с люксового рекордсмена по шлейфу. Это, конечно же, Lancome La Vie Belle. Редко, очень редко пользуюсь ароматом, но постоянно подхожу его, вдыхаю, потому что, несмотря на его попсовость, несмотря на его такую вот простоту, его постоянно хочется вдыхать. Это достаточно просто понятно. Для меня этот аромат, к сожалению, не особо как-то сильно раскладывается по нотам. Такая вот есть, кстати, лично для меня особенность именно в люксовых ароматах. Не всегда я могу расслышать ноты. В парфюме очень часто они звучат для меня как одна такая сплошная какафония. Иногда бывает, что какафония красивая. Кстати, я вот ходила недавно тестировать ароматы, и мне очень понравился люксовый, достаточно недорогой аромат от Salvatore Ferragama Libero, который такой вот желтенький. Я, честно признаюсь, была очень удивлена его звучанием, потому что, ну, скептически я к нему относилась, потому что, ну, давно ничего не встречала такого супер-классного в люксе. А это тот аромат, который я записала себе в Вишлис, поэтому тоже, если обходили вдруг его стороной, обязательно обратите на него свое внимание. La Vie et Belle Lancome у меня именно классическая версия. Цветы, пролине, все такое супер-сладкое, супер-розовое, как сейчас у меня свет. В принципе, подойдет, мне кажется, на любой возраст. И это тот аромат, который будет держаться на вас просто сутки. Он очень шлейфовый, он очень стойкий. У меня соседка постоянно просто нон-стоп пользуется данным ароматом. И я всегда знаю, когда она вышла на улицу, я всегда знаю, куда она пошла, потому что просто за ней тянется веретеница из данного аромата. Поэтому обратите свое внимание, если для вас важно именно яркое звучание. Но аромат очень сладкий, поэтому, конечно же, тестируйте перед покупкой. Аренс, это Калис Субтиль, аромат, который я хотела с прошлого лета. Очень он мне понравился с первого затеста, но также рассказывала, что у меня с ним была такая история. Он мне безумно понравился, когда я его первый раз нанесла. Мне безумно нравилось, как он раскрывается летом, в жару, сахарная вата, бархатцы, вот эти вот политые сахарной водой. Очень все красиво. Немного он может, конечно же, бокорить в базе. Я имею в виду йодистость. Такая вот в нем ощущается. При первом тестировании данного парфюма, наверное, где-то после 4 часов носки данного аромата, он, кстати, очень стойкий, опять же, он очень шлейфовый, после 4 часов носки в нем начал очень ярко чувствоваться именно такой вот йод. Меня это немножечко отпугнуло, потому что, когда я первый раз его вдохнула, это был тот момент, когда я готова была прямо сейчас его купить. Вот настолько сильно он мне понравился. Это очень красивый, на мой взгляд, женственный аромат. Повторюсь, у него потрясающий шлейф. Кто-то в нем может услышать Бакару. Но это, опять же, я говорю для того, чтобы вам было просто более понятно, какое направление у данного аромата. Для меня он не похож на Бакару, но у него есть такая вот йодистость. Я настоятельно рекомендую его попробовать. Понравился он мне летом, и носить, собственно, я буду тоже его летом, потому что он у меня заякорился за солнечным таким вот летним днем теплым. Поэтому тоже, конечно же, присмотритесь, если вдруг не пробовали. Также аромат, который собрал море просто у меня комплиментов, который очень стойкий, очень яркий. Тоже была любовь после первого затеста в магазине. Сразу же себе заказала его на рандеву. И у него настолько яркий, богатый, насыщенный восточный шлейф. Это Head Spice Santal. Аромат для меня больше, на самом деле, не про сандал, но сандал здесь тоже ощущается. Это красные ягоды, которые добавляют немного кислинки в старте данному парфюму. Здесь есть шампанское, но такое оно прям пьяное, взрослое. Здесь есть роза, здесь есть шафран, здесь есть немного как будто бы ощущение уда. Шафран здесь немного имеет такой медицинский оттенок. Он потрясающий. Очень стойкий, очень шлейфовый и очень комплиментарный аромат. Поэтому, если обходили стороной данный бренд, то обязательно к нему присмотритесь. Я, кстати, присматриваюсь еще к двум ароматам от данного бренда. Но пока что у меня вот только сандал и тоже любовь. Прямо было попадание с первого затеста. Причем, знаете, так было интересно. Я, когда его нанесла, особо сначала он меня как-то не впечатлил. Потом я начала просто ходить по магазину и постоянно утыкалась именно в то место на руке, где был нанесен у меня этот аромат. И после чего, конечно же, поняла, что он мне обязательно нужен. Это не совсем классическое, не совсем стандартное для меня звучание. Аромата я люблю такие насыщенные, глубокие парфюмы, но я не очень люблю ароматы роза-уд. А здесь роза с удом и шафраном настолько красиво как-то звучат. Очень дорого, очень богато. Поэтому, конечно же, тоже рекомендую к нему присмотреться. Он, конечно, больше на прохладу, на осень, на зиму. Но он такой красивый. Если не пробовали, обязательно попробуйте. Конечно же, Франческо де Лера аромат Рубио Сакре. Парфюм, который я заказывала вслепую. Это тот аромат, который меняется со временем. То есть, вообще, в принципе, мне очень нравится оформление бренда. Он настаивается. Это лимонные конфетки. Это кокос. Это сливочный такой молочный сандал. Это, конечно же, жасмин, который достаточно ярко ощущается именно в переливе данного парфюма. Потому что, когда вы его наносите, здесь прям такие лимонные конфетки. В жестяной банке многие сравнивают звучание этих конфет именно с такой. В общем, картина именно такая рисуется. Да, я тоже здесь слышу лимонную цедру именно таким образом. То есть, в виде лимонных конфет, покрытых белой такой пленочкой. Я думаю, кто ел такие конфеты, вы понимаете, о чем я говорю. Конфетки Мон Пассе. Вот что-то из этой оперы. Дальше здесь раскрывается именно жасмин. Но жасмин я, наверное, ощущаю на себе минут 10-15. Дальше это переходит все в безумно красивую гурманику. Опять же, такой сливочный сандал, кокосовые оттенки. Ощущение пирожного, лимонного, но с кокосовой начинкой. Безумно красивый, очень шлейфовый и очень стойкий. Поэтому тоже попробуйте. Я носила его с удовольствием зимой. Сейчас тоже, конечно же, буду пробовать, как он будет раскрываться. Потому что здесь все-таки ярко чувствуются цитрусы. Но это все-таки гурманика. Очень красивый аромат. Если говорить про абсолютно противоположную сторону, то это, конечно же, вот такое вот замечательное зелененькое яичко от The House of Food. Я много раз вам о нем рассказывала в прошлом летом. Потому что он действительно произвел на меня впечатление вау. Я заказывала себе пробник. Потому что это именно тот парфюм, которого не было в магазине. Когда я ходила тестировать мое нескончаемое просто количество подходов к данному аромату. Есть, конечно, которые я очень сильно оценила. И Эмерланд Грин, он один из таких ароматов. Я очень люблю носить на себе унисекс ароматы. Я очень люблю данное направление вдыхать от своего мужа. Потому что это действительно очень красиво кому-то. Это может показаться не ново. И кто-то называет этот аромат мужской бокарой. Я с этим полностью согласна. И вот вторая пришла. Да, вторая пришла. Норочка добавила. Ну, только девочки, только, пожалуйста, прилично. Эмерланд Грин – это аромат на тему очень таких вот ярких взрывных цитрусов. Здесь есть, по-моему, красный апельсин. Здесь есть ощущение кожурки именно апельсиновой. Здесь есть дубовый мох. И в базе здесь очень ярко ощущается серая амбра. Вот если говорить более понятным таким вот простым языком, Наверное, я могу этот аромат охарактеризовать как начало от Крит Авентус. База как у бокары. Но именно бокара не в старте, не когда вы ее наносите. А именно когда она оставляет такой вот уже послевкусие. Потому что я недавно наносила бокару на свой вот этот вот пробник. И поставила его в шкаф. Вы знаете, каждый раз, когда я открывала свой шкаф, Я не могла понять, что настолько красиво пахнет. Потому что он цепляет именно своей базой. Мне не столько в бокаре нравится его старт, как его база. Поэтому тоже обязательно, конечно же, попробуйте. Если ищите своему мужчине какой-нибудь классный. Либо вы, мужчина, смотрите это видео, ищите какой-нибудь классный аромат на лето. То Emerald Green я, конечно же, очень советую. Тоже очень стойкий, очень шлейфовый и переменчивый аромат. Потому что когда муж, в основном просто муж им пользуется. Но я, когда у меня тоже такое, вы знаете, такое с характером настроение, Я тоже наношу на себя этот парфюм. В прошлом летом несколько пробников мы его сносили. И когда он наносит его только утром, это один аромат. А когда он возвращается домой, это совершенно другой парфюм. Я даже, знаете, не узнаю его. Потому что я знаю, чем он воспользовался. Потому что в квартире, естественно, очень ярко пахнет. А когда приходит домой, это уже абсолютно другая история. Поэтому, конечно же, присмотритесь к данному аромату. Потому что он потрясающий. Конечно же, Naxos. Аромат, который достаточно лично мне сложновато носить. За счет его как раз-таки напора. За счет его яркости. За счет его в какой-то момент даже монотонности. Это цитрусы, лаванда, табак. Такой немного, я бы даже сказала, влажный. Здесь очень ярко ощущается мед. Безумно красивый аромат. Но его, опять же, нужно обязательно тестировать. По мне, в нем присутствуют эти колонистости. Это стопроцентный унисекс. Но этого парфюма хватит на очень долго. Вообще, ароматы ксержов, вот именно из этой линейки, они очень стойкие. Потому что у меня есть еще парфюм Декас на тему туберозы. Я, по-моему, пару раз вам только про него говорила. Но обязательно мы с вами к нему вернемся, когда сейчас еще потеплее станет. И, конечно же, в подборке про туберозные ароматы он обязательно будет. Потому что все-таки это аромат про туберозы. Вот что у Декас замечательная стойка и замечательный шлейф, что у Наксос. Поэтому, конечно же, тоже рекомендую к нему присмотреться. Парфюм, который спокойно можно носить на двоих. Для меня это все-таки больше зимний, наверное, такой вот зимний, межсезонний. Потому что в нем прям много яркости. Почему я редко ношу этот аромат? Потому что просто от него немножечко устаю. Два дня максимум. Дальше мне нужно делать с ним перерыв, наверное, недели полторы-две. Потому что он прям такой, как забился вам в нос, так больше никуда и не уходит. Очень женственный, очень красивый. Как раз-таки опять история, когда я влюбилась в него после первого затеста. С ним ушла из магазина, потому что поняла, что мне срочно нужен этот аромат. Это Goldfield & Banks аромат, который называется Sunset Hour. Это безумно красиво, женственно, празднично. Здесь очень красиво раскрывается персик. Причем персик пустыни, здесь есть кашемир, здесь есть сандал, здесь есть жасмин, малины немножечко. Безумно красивый аромат. В базе он тоже, кстати, имеет такую немного бокориную, скажем, базу. Отмечают этот момент. Также он очень шлейфовый и на него обращают внимание. Очень часто отмечают его девушки. Ношу я его тоже летом. Обязательно рекомендую обратить на него внимание, потому что как раз-таки у нас впереди лет. Это безумно красивый парфюм, но чаще я его ношу все-таки вечером, когда хочется быть такой супер нежной, супер женственной. Когда хочется надеть какой-нибудь кроп-топ в цветочек с такими рюшами. Вот это именно сюда. Безумно мне нравится, поэтому, конечно же, тоже рекомендую его попробовать. Не могу сюда не включить. Это Amouage Sunshine. Парфюм, которому нужно настаиваться. Парфюм, который нужно смотреть именно на сторону выпуска. У меня два флакона и оба они Аман. Это безумно красивые персики. Здесь есть миндаль, здесь есть немного белого табака. Здесь есть гелиотроп, здесь есть асмантус, абрикосы, абрикосовое варенье. Безумно красивый, стойкий, яркий, шлейфовый. Опять же, комплиментарный парфюм. Также много раз вам о нем говорила. Если вдруг вы с ним не знакомы, потому что, мне кажется, это один из самых таких вот популярных ароматов у бренда, то обязательно попробуйте его. Его время вне сезона. Он всегда хороший. Он хороший зимой, он хороший летом и никогда он не душит. Но летом я наношу его, наверное, один, может быть, полтора пшика, потому что он такой яркий, стойкий, опять же, шлейфовый, комплиментарный и достаточно плотный. Но я вот купила себе новый флакончик, потому что я безумно сильно люблю этот аромат. И мне нужно, чтобы у меня был запас данного парфюма. Новый мой флакон, конечно, не такой насыщенный. Он у меня, кстати, еще в старом выпуске, но амуажем нужно настаиваться. Поэтому, если вы купили и в нем нет прям супер такой вот напористости, дайте ему время и он наберет сил. Но очень рекомендую. Действительно, тот парфюм, который я обожаю. И это тот случай, когда я вообще, в принципе, боялась его пробовать, потому что была уверена, что он мне очень сильно понравится и не прогадала. И вот этот вот конкретно флакончик был мой подарок от моего супруга мне на день рождения два года назад, по-моему, да. Конечно же, дом в ваниле, ночь в Зальцбурге, очень красивый, опять же, яркий шлейфовый аромат. Он чем-то мне напоминает Вильгелем Парфюмери. И The Wood Faire тоже, кстати, он сюда бы замечательно подошел, потому что у него шлейф тоже километр. Изначально я покупала вот этот аромат в надежде на то, что он мне заменит The Wood Faire. Но они, конечно, похожи. Но все равно мне потом пришлось заказать себе Вильгелем Парфюмери, потому что я очень люблю этот бренд. Я слышу нюансы в звучании, потому что в Вильгелеме в нем более ярко слышится слива, которой нет в пирамиде. Я, кстати, также вам рекомендую прислушиваться именно к вашему внутреннему голосу, к вашему носу, то, что вы слышите. Потому что бывает такое, что люди, как-то знаете, очень узко смотрят на раскрытие аромата. То есть они слышат там только то, что заявлено в пирамиде. Я считаю, это категорически неправильно. Нужно давать свободу полета своей фантазии. И тогда вы будете погружаться вот в этот вот весь мир парфюмерии. Табак, ваниль, немного таких вот, опять же, сливовых оттенков. Очень красиво, стойко и шлейфово. Конечно же, рекомендую. И цены у Дом Ваниль очень хорошие. Там много достойных классных ароматов. Также очень хвалят их аромат на тему винограда. Но я пока что его не попробовала. Плюс там еще видела очень хвалят аромат тоже с ванилью. Зеленая такая вот этикетка. Честно, не помню, как он называется. Но если вам интересно, обязательно изучите этот момент. Я думаю, что какой-нибудь ванильный классный вот аромат вы для себя там найдете. И последний аромат, о котором я, конечно же, вам хочу рассказать. Тоже, вот знаете, все эти ароматы, которые я вам сегодня показываю. Это все ароматы, к которым у меня была любовь с первого затеста. Вот я вот сейчас это проанализировала. Действительно, здесь нет ни одного аромата, который мне бы сначала как-то не особо сильно понравился. То есть, у всех у них был эффект вау. Конечно же, мой любимый Томин, Роял Сапфирм. Много раз я вам уже про него говорила. Настоятельно рекомендую также обратить свое внимание на данный бренд. Оформление, звучание мне очень нравится. Это как раз-таки тот парфюм, который сравнивают с Либер из предыдущего ролика. Для меня они абсолютно разные. Это 100% унисекс. Здесь цитрусы, здесь древесные оттенки. Амбра, пудровость. Он очень стойкий. Опять же, он очень шлейфовый. Он больше подходит на прохладное время года. Потому что, когда вы его только слушаете, когда вы его только вдыхаете или первые затеста, первые, не знаю, 30 минут, вам может показаться, что он такой супер свежий, супер одеколонистый. Я бы даже сказала немного. Но через час он настолько сильно начинает как-то меняться, запудриваться. Что я еще больше люблю этот аромат. Мне очень нравится, что у Тамин такие красивые, такие многогранные ароматы. Там у них вышло несколько новиночек в светлых флакончиках. Мне, конечно же, безумно интересно их потестировать. А еще лучше парочку себе прикупить. Потому что, действительно, очень люблю этот бренд. Также мне еще очень хвалили их яблоко. Если мне не изменяет память. Вот его я, честно признаюсь, не помню. И мне кажется, я даже его не тестировала. Но Royal Sapir я вам очень рекомендую. Но, опять же, эта история, скорее всего, больше про холодное время года. Если на тепло, то, допустим, один пшик или в облачко, тогда будет нормально. Потому что он прям сильно начинает пудриться. Особенно в тепле. Тоже имейте это в виду. Итак, друзья, на этом все. Я надеюсь, что вам было интересно меня смотреть и слушать. Очень надеюсь, что какой-нибудь аромат вы обязательно возьмете себе на заметку. Подойдете, потестируете. Может быть, пробничек закажете, чтобы его разносить и понять. И, конечно же, если вы знакомы с данными ароматами, то обязательно пишите свои впечатления внизу. Всегда с удовольствием читаю. Также ваши комментарии очень полезны людям, которые также смотрят видео. И также читают комментарии, опять же, масло масляное, чтобы понять, нужен им этот аромат, либо же нет. Огромнейшее вам спасибо за внимание. Огромнейшее спасибо вам за время, которое вы мне уделили. Я вас всех обнимаю. Целую. Пока-пока. До новых встреч. До новых встреч.